Продолжение следует... Продолжение следует... Моделью страха является условная реакция страха. Она возникает при предъявлении животному условных стимулов ранее, сочетавшихся с болевым раздражением, и выражается в появлении ряда врожденных защитных реакций. Тест на генерализацию страха в рамках этой модели – это дифференцировка по Павлову. Животному после выработки реакции страха на условный сигнал предъявляют дифференцировочный сигнал, неассоциируемый с болевым раздражением. Возникающие при этом реакции страха отражают степень генерализации данной условно-рефлекторной реакции. Одним из основных центров управления генерализацией страха является медиальная префронтальная кора, участвующая в сдерживании этого процесса. Наши исследования прошлых лет показали, что важным фактором, регулирующим будущую генерализацию страха, может быть серотониновая активация этой области. А именно функциональный выброс серотонина во время выработки реакции страха. Чем он выше, тем выше будет впоследствии генерализация реакции страха. Одним из возможных путей регуляции такого выброса серотонина и вообще выброса серотонина в медиальной префронтальной коре могут быть локальные нейтрологические влияния. В серотониновой терминале присутствует очень много точек приложения оксида азота. Он влияет на синтез, выброс, обратный захват, метаболизм серотонина, а также на трафик его транспортеров. Источников оксида азота в медиальной префронтальной коре тоже несколько. В работе проверяли предположение, что в ходе формирования условной реакции страха эндогенные нейтрологические сигналы в медиальной префронтальной коре оказывают влияние на активность его серотониновой системы, изменяя при этом формирование генерализованного страха. С этой целью были исследованы эффекты введения в медиальную префронтальную кору ингибитора нейронной эносинтаза пропиларгинина и общего ингибитора эносинтаза нитроаргинина на изменение уровня внеклеточного серотонина в этой области во время выработки реакции страха, на первоначальную генерализацию реакции страха, а также на проявление условно-рефлекторного и генерализованного страха через сутки. Работа выполнена на крысах методом внутримозгового мигродиализа. Диализные конюли были локализованы в медиальных отделах префронтальной коры. Введение веществ производили через диализную конюлю во время выработки реакции страха. В качестве поведенческого теста была использована условная реакция страха на звуковые сигналы. Детали показаны на этом слайде. Скажу лишь, что в первый день эксперимента было два теста. Выработка реакции страха и дифференцировка 1. На следующий день проводили сначала дифференцировочную сессию 2, а затем и реализацию реакции страха. В качестве показателя страха использовали замирание животных на условные и дифференцировочные раздражители. На этом рисунке в верхней его части представлена динамика изменения уровня внеклеточного серотонина в медиальной перефронтальной коре во время выработки реакции страха. Сочетание условного сигнала с болевым раздражением вызывало подъем уровня внеклеточного серотонина в этой области, который сопровождался нарастающим замиранием животного. Это показатель страха на условный сигнал. Приведено среднее его значение. Предъявление тем же животным дифференцировочного сигнала во время дифференцировки 1 тоже вызывало подъем уровня серотонина небольшой и замирание животных на дифференцировочный раздражитель. Через сутки во время дифференцировки 2 животные сохраняли примерно такой же уровень замирания на дифференцировочный сигнал, при этом замирание на условный сигнал было еще выше. То есть реакция страха сформирована, она воспроизводится и характеризуется стабильной генерализацией в этом временном окне. Такую картину мы наблюдали у животных, не подвергавшихся фармакологическим воздействиям. Введение в идеальную префронтальную кору ингибиторов эносинтаза сильно влияло на этот процесс. А именно, введение в эту область пропиларгенина, это ингибиторы эносинтазы, уменьшало, во-первых, базальный уровень внеклеточного серотонина. И на этом фоне снижало функциональные подъемы уровней серотонина, вызываемые выработкой реакции страха и дифференцировкой 1. К похожему эффекту приводило введение другого ингибитора, нитроэргенина, ингибирующего все изоформы этого фермента. Сопоставление этих данных показывает, что все эффекты получены за счет воздействия на нейронную эносинтазу, а другие изоформы не вносят вклад или вносят минимальный вклад в этот процесс. Эти данные свидетельствуют, что в эпидиальной перифронтальной коре при выработке реакции страха эндогенные, но преимущественно нейронного происхождения, оказывает стимулирующее влияние на активность серотониновой системы этой области за счет увеличения базального и функционального выброса серотонина, поскольку устранение таких влияний снижает оба показателя. На фоне таких нейрохимических изменений поведение животных тоже значительно менялось. Простите, это не то. Так, сейчас, секундочку. А именно, ну, во-первых, я хочу сказать, что эффекты пропиларгинина и нитроаргинина были очень похожими. Введение этих блокаторов, иносинтазы, во время выработки реакции страха не влияли на формирование реакции страха и на ее генерализацию через сутки. И на ее, простите, реализацию через сутки. Вместе с тем, такие фармакологические воздействия, производимые во время выработки реакции страха, увеличивали первоначальную генерализацию реакции страха. Это выражалось в росте уровня замирания животных на дифференцировочный сигнал. Во время дифференцировки 1. Животных, подвергнутых введением блокаторов. Вместе с тем, через сутки, во время дифференцировки 2, животные, подвергнутые введением блокаторов накануне, не только не сохраняли высокий уровень замирания на дифференцировочный сигнал, но демонстрировали значительное снижение этого показателя. То есть, локальная блокада нейтрологической передачи в медиальной перифронтальной коре, усиливающая первоначальную генерализацию реакции страха, ослабляла ее стойкость во времени, способствуя угошению генерализованных проявлений страха уже через сутки. Вот такие отсроченные эффекты ингибиторов иносинтаза на генерализацию могут быть связаны с показанным в работе торможением выброса серотонина в этой области под влиянием введения ингибиторов иносинтаза. Поскольку, по нашим прежним данным, активация серотониновой системы медиальной перифронтальной коры вызывает противоположные эффекты. Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что в медиальной перифронтальной коре во время формирования условной реакции страха нейтрологические сигналы регулируют выраженность и стойкость генерализации страха, сглаживая динамику генерализации за счет ослабления первоначальной генерализации и ее усиления через сутки. Причем регуляция стойкости, генерализация страха очень вероятно происходит за счет влияния НО на серотониновую трансмиссию в этой области. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Наталья.